Сложная реформа. Пока депутаты Гурсовета предлагают для обсуждения концепцию реформирования ЖКХ, руководители коммунальных служб отказываются говорить на эту тему. Тем временем городской голова определил сроки проведения общественных слушаний. Подробнее в нашем специальном репортаже. В ЖКХ давно сложилась революционная ситуация. Когда горожане не хотят такого обслуживания, как имеют, а коммунальщики не могут предложить лучшего. Депутаты городского совета предложили реальный путь выхода из порочного круга повышения тарифов и видят возможность создания эффективной, дружелюбной к горожанам структуры по обслуживанию жилья. О повышении тарифов мы не можем говорить, не имеем права. С учетом того, что действительно на сегодняшний день мы понимаем, в каком состоянии город, жители нашего города. Многие люди уже действительно в очень тяжелом финансовом состоянии. И многие на грани просто элементарного выживания. Поэтому мы не можем говорить о повышении тарифов. Мы должны говорить о том, что нужно сделать, каким образом отстроить процессы, чтобы найти внутренние резервы и те деньги, которые мы платим, использовать эффективно. Концепция реформирования предусматривает создание единого центра, в котором будет организовано общее для всех предприятий и отрасли, абонентское, юридическое и другие службы. Сегодня они дублируются и закладываются в тариф, что приводит к ненужным тратам горожан. Единый обслуживающий центр позволит также избавиться от диктата монополистов. Работы по дому станет выполнять тот, кто обеспечит высокое качество работ при наиболее низкой цене. Компьютерный учет обеспечит жесткий контроль за реакцией коммунальщиков на обращение горожан. Реформа серьезная, без понимания и поддержки запорожцев, без создания в каждом доме органа самоуправления не обойтись. Поэтому авторы предложили организовать общественные слушания. В этом их поддержал городской голова Александр Син. Мы регулярно слышим от жилищников одно и то же. Денег нет, нужно срочно повышать тарифы. Денег достаточно. Просто эти деньги надо научиться оптимально тратить. За счет сокращения дублированных идентичных функций можно найти резерв, высвободить денежные средства, которые нужно, необходимо направить на процессы модернизации, на повышение качества услуг. Эти предложения нравятся не всем. Некоторые функции КП планируется реорганизовать. Ничем другим объяснить нежелание руководителей коммунальных служб, даже обсуждать концепцию реформирования невозможно. Видимо, боятся потерять доходные места, хотя вообще известно, кто хочет и умеет работать, останется. За счет сокращения дублирующих функций ожидается, город будет в плюсе на 40 миллионов гривен в год. Эти деньги пойдут на ремонт внутридомовых сетей, крыш, внутриквартальных дорог и тротуаров. Для сравнения, в нынешнем году на эти цели израсходовано всего 9 миллионов гривен. В структуре нашего тарифа огромное количество средств уходит на содержание, то есть на заработную плату, налоги, оплату энергоносителей, содержание помещений. И всего лишь до 15% это материальное содержание, оказание непосредственно услуг. Поэтому такая пропорция, она не является правильной, не является эффективной. Что думают руководители коммунальных предприятий по поводу концепции реформирования, нам выяснить так и не удалось. От комментариев нашей съемочной группе, в КП, городские теплосети и горводоканали отказались. В гору управления жилищного хозяйства вторую неделю не могут найти заместителя начальника. Между тем, с 1 января в стране повышается минимальная заработная плата, неизвестна цена на газ. Это может привести к очередному повышению тарифов на коммунальные услуги.